Братья, я не знаю, что мы еще. Что-то здорово. Что-то, наверное, чуть болит, но это не страшно. Обыкновенные наши стояки здесь, помолимся. Господь и Бог наш, в этот час мы представим Тебя. Благодарим Тебя за Сына Твоего Единородного, который, Господи, пришел на землю и совершил это спасение ради всех людей, Господи, этот холловский подвиг. Благодарим Тебя за Духа Святого, которого Он послал после, когда вознесся к Тебе по своему великому обетованию, Господи, Дух Твою Святой пребывает с нами, влечет нас под кровотра дома, под ножев ног, при слове благодати Твоей, Господи. Благодарим Тебя, что Ты еще пребываешь с нами и благословляешь нас за этот день, Господи, за эту прекрасную погоду, что Ты все даруешь нам, Господи, по великой милости Своей. Благослови это служение пред лицом Твоем, Господи. Наполни сердца наши Твоим Духом Святым, Господи, Словом Твоим, чтобы мы могли следовать за Тобой в жизни, этой среди окружающего нас мира, и быть светом, Господи, чтобы мы могли нести Твое Слово, которое Ты вложил в наши сердца, людям окружающим нас. Благослови, Господи, и хор наш, чтобы достойно прославить Тебя песнопением, и всех нас, Господи, чтобы сдать достойно Тебе хвалу. Благослови также и по всей земле общение Своей детей, Господи. Ты знаешь, в различных обстоятельствах находятся болезни, скорбья, переживания, гонения за имя Твое, Господи. Поддержи всех таковых. И повей Духом Твим Святым еще на многих людей, чтобы еще многие услышали весь спасение Твое, Господи. Также Михаил Петровича нашего, Пресвитера Благослови, где он находится, и там служение Благослови, славу Твоему, Господи, чтобы еще на многих местах развещалась истина Твоя, и люди могли приходить к Тебе, для того, чтобы иметь спасение, Господи, чтобы иметь от Тебя эту силу жить здесь на земле и быть с Тобой в вечности, Господи. Прими еще раз славу и благодарность от нас за все, что Ты даруешь, и да прославится Твое имя в жизни нашей, Отца Сына Святого Духа. Аминь. Аминь. Сына Святого Духа Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 Посмотрите, что еще пишет евреям во второй главе. Бог не оставил просто нас так, братья и сестры, без помощи, без надежды. И когда пришел Христос, когда Он пострадал, Он совершил не просто спасение наше, это записано евреям, вторая глава, 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то Он также воспринял омрие, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Когда пришел Христос, стал человеком, то Он своей смертью лишил силы имеющего державу смерти, дьявола. То есть в лице Христа закон был удовлетворен. И в лице Христа грех потерял всякую силу, братья и сестры. Вот что совершил Христос. Он лишил дьявола силы. То есть через верх дьявол мог и имеет до сих пор силу над теми, которые не принимают жертву Христа. Но те люди, которые приняли жертву Христа верою, мы имеем силу. Теперь эта сила у нас, братья и сестры. И мы можем противостоять греху постольку, поскольку Он над нами никакой власти не имеет. Он не имеет силы в нас. Потому что мы не под законом. Мы уже живем по духу. И помните еще место, что рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему. Я вот когда готовился, размышлял, пришел к такой мысли, что грех действует в нас через нашу плоть. Грех никак не может действовать на наш дух, братья и сестры. Потому что дух, он, есть дух, он не подзаконен плоти. Но грех в нас действует только, только через плоть. И мы знаем также место, что похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть все наши желания, все наши какие-то стремления, они могут нас привести к смерти, могут нас через грех привести к смерти. Но если мы будем давать им волю в наших сердцах, в наших телах. И еще Галатам, апостол Павел, очень интересное место писал. Мы все прекрасно знаем, что Галатийская церковь, она некогда была на праведном основании, на праведном пути, но пришли потом к ним братья некоторые. И их, так сказать, соблазнили. И сказали, что они должны обрезываться, должны исполнять закон. То есть, то, что они имели Христа, это недостаточно. Вот. Они их увели именно на этот путь, чтобы чуть-чуть человек сам что-то старался для Бога, для своего спасения. И вот смотрите, как он пишет, апостол Павел, да? Галатам 3 глава. Он и смысленно, Галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине, вас, у которых пред глазами, пред начертом был Иисус Христос, как бы у вас распитый. То есть, апостол Павел Галатам рассказал и объяснил. И они уразумели, видимо, хорошо, потому что он пишет, что у которых Христос был предначертом, как бы у вас распитый. То есть, они все прекрасно поняли. Но, видимо, они не годствовали. И дальше случилось. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленно, что начав Духом, теперь оканчивая плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? То есть, они начали хорошо, апостол Павел пишет, вы начали Духом. Они уверовали в Христа, приняли Его веру, но не устояли в этом. И они свернули на путь плоти. Плоть она желает противного Духу, мы это прекрасно знаем. То есть, она всегда нас будет сталкивать или будет всегда уводить от Христа на тот путь, чтобы мы сами как-то чуть-чуть что-то делали. Но апостол Павел дальше пишет, что... Галатом он дальше пишет в 5 главе, в 4 стихе. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. То есть, когда человек уходит от Христа, подчиняясь, или сам себя подчиняя закону, то благодать Христа, этот дар спасения, жертва Христа, она перестает действовать. Потому что невозможно, чтобы жертва Христа действовала вместе с законом. Потому что по закону смерть нам предлежит за грех. А Христос принес прощение от греха, и это никак не совместимо. Поэтому только через Христа, только через жертву Христа мы имеем прощение от грехов и спасения, и силу над грехом. И Петр... В первом послании он пишет такие слова. Первая Петра, 4 глава. Сначала. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и мы, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Иногда это приходится и Богу делать, братья и сестры. Бог, как любящий отец, как нас, сынов своих, детей своих, когда уже мы находим слишком далеко, так сказать, то он нам посылает страдания. И как я уже сказал раньше, что дух, грех действует в человеке через плоть. Он не может касаться духа только через плоть. И когда мы уже чересчур не слушаемся Бога, он нам посылает страдания. Чтобы нашу плоть смирить. Чтобы мы наконец-таки опомнились и увидели, в каком мы состоянии предборны. И когда наша плоть страдает, то дух торжествует, братья и сестры. Я думаю, многие из нас это испытали. Поэтому давайте будем помнить о том, чтобы быть на страже своего духа. Духа, чтобы плод нас не уводила туда, где мы можем лишиться благодати Христова. Где мы можем лишиться силы. И тогда грех будет над нами иметь силу. И если мы будем поступать по заповедям Господним, то, я думаю, и плоти нашей не придется много страдать. Как мы знаем, апостол Павел также писал, что в немощах только он силен. Помните, когда он молил Бога, чтобы он удалил это жало, которое Павел имел. Дано мне было жало вплоть, дабы он не превосносился чрезвычайностью от хранения. И Бог ему дал ответ, что моя сила совершается в немощах. Поэтому, братья и сестры, давайте будем молиться о том, чтобы Дух Божий в нас пребывал. И Его благодать возрастала в нас только тогда, когда мы будем стремиться к тому, чтобы плоть наша меньше нас тревожила. И, как апостол Павел также писал, что мы плоть свою должны распяться с тростями и похотями. То есть, мы должны прилагать усилия, чтобы грех над нами не имел никакой власти. И тогда жизнь наша будет более радостная. Часто мы печалимся и сожалеваем о том, что плод наше берет над нами верх и Дух нашу высает. И поэтому, братья и сестры, часто в жизни нашей бывает мнение, сомнение от того, что Христос не может находиться, когда в теле нашем, в нашем и сестре преобладает плоть. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Может отвергнуть призыв Бога. Может отвергнуть стук в его сердце. Какая мощная воля. Бог ему дал свободную волю. Смотрите, как написано в Бытии 2 глава 16 стихом. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева в познание добра и зла не ешь от него». Он не запрещает. Он не запрещает. Он предупреждает. Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И впоследствии. Воля человека. Мы видим, что воля человека выбрала бы все. И мы знаем, что Иисус Христос был избран прежде сознанием мира. Потому что Бог знал о воле человека. Бог многократно взывал к воле человека. И мы видим, что взывал он в Ветхом Завете. Смотрите, как он обращается к евреям. Второзаконие 30 глава 12 стиха. «Восвидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь». Он не говорит, я тебе дам жизнь, ты никуда не денешься. Он говорит, избери жизнь, просят. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилиплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгода дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог склятвою обещал отцам твоим, в раму, в саду, в якобы дать им. Избери жизнь. Но история показывает, что избрал этот народ. Опять здесь народ проявляет свою волю. Бог никогда насильно не заставляет любить его, приходить к нему, служить ему. Никогда. Прошли века, после вот этих слов. И воля человека так изразовала этот мир, что единственное, что ему оставалось, смерть. И тогда приходит Христос. И наша воля, та воля, которую мы любим, которая именно наша, она возносит его на крест. Ради нашей воли. Ради нашей воли он был на кресте. Не по своей, а по нашей воле. Если бы мы не исполняли волю свою, а исполняли волю Бога, зачем Христос? Зачем спасение? Зачем крест? Мы святые. Вот такая наша воля. Сильная. Мощная. И Бог ничего не может с ней сделать. Смотрите, сегодня эта воля изродовала человечество так, что уже просто противно смотреть на то, что происходит вокруг. Вы смотрите, раньше люди стремились к совершенству, да? Поэтому простую вещь. Композиторы писали какие-то произведения. Эти произведения должны были возвышать дух. Они должны были поднимать, то есть слушаешь и удивляешься. Называется это классической музыкой. Сегодня мы видим беснование. Куча огня, дыма, прыгают. Доходят просто до безумия. И тысячи людей, сотни тысяч людей восхищаются этим. Вы посмотрите, что сегодня происходит в мире мод. А вы посмотрите, что происходит. Простая вещь. Картины. Когда-то был Рембрандс. И все восхищались вот трудами. Когда-то был Рубенс. Рубень. Прекрасная картина. Когда-то был Микеланджело, который и рисовал, и делал скульптуры. И все удивлялись. Сегодня вы можете прийти в музей современности и увидеть кубизм. Вы можете увидеть авангардизм. Одна из самых дорогих картин черный квадрат Малевича. Понимаете, человечество изуродовало саму себя. Своё понятие. И самое страшное. Вы знаете, что это не современно. Это было и в прошлом, когда люди хотели служить Богу так, каким хотелось. Не так, как по воле Божией, а так, каким хотелось. Смотрите, сегодня мы видим. Появляются называемые так называемые церкви. И мы видим сотни разных динаминаций, разновидностей церквей. Приходит человек и перед ним стоит. И куда мне идти? Здесь вот это, тут вот это. И все говорят о Христе. Все призывают к Богу. Куда мне идти? Сатане выгодно. Человек не может найти истину. Он заблудился в этом лесу. Смотрите, что происходило. Как Бог говорил евреям, произошло подмена понятия. Малахия, первая глава, шестого стиха. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной? Помните, как написано? Радуйтесь с трепетом. А в некоторых местах говорят, вы что? Кричите, прыгайте. Где? Благоговение. Если ты благоговеешь перед Богом, он Бог. Он не друг. Он не брат, которому можно по плечу подрогать, похлопать. Он Бог. Давайте мы с вами прочитаем дальше. Говорит Господь самого вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим тебя? Чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. И говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите трапеза Господня. Не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите храпое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли принять тебя, говорит Господь Саваок, князь мира? Что ему сегодня подносят? Сегодня подмена понятий. Мы мечтаем, чтобы мир пришел сюда, чтобы люди увидели, чтобы они захотели прийти на дискотеку. Во-первых, Богу надо искренне показать о покаянии, искреннее принятии, чтобы душа человека расположилась именно в покаянии, в благоговении, в смирении, к родности. Другое место, Исайя 29 глава, 13 стих. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстает от меня. И в благоговении их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Как нравится другим. А как посмотрим? А вдруг это им не понравится? А если мы им скажем, они уйдут? Не уйдет от Бога, если он пришел в Богу. Так вот, я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно. Так что мудрость мудрецов его погибнет. И разума у разумных его не станет. Да, многие называют себя священниками, сейчас называют себя священниками. Многие называют себя служителями, сейчас называют себя служителями. Но поступки поведения Богу не нужны. Это не благоговение. Если я Бог, то где благоговение предо мной? Однажды два молодых человека решили, что они знают, что лучшость дана для Бога. Как бы им лучше услужить? Надав и Авиуд. Помните? Они сделали курение. Они сделали лучше курение. Оно им больше нравилось, чем то курение, которое заповедовал Бог. И башняли в храм. Надав и Авиуд. Левит. Десятая глава с первого стиха. Надав и Авиуд, сыны Ароновы взяли каждую свою кодильницу и положили в них огня. И вложили в него курение. И принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не верил им. И вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они пред лицом Господня. И сказал Моисей Аронов, вот о чем говорил Господь, когда сказал, приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Арон. Арон. Ча. Пожалуйста. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И он желает, приближающихся к нему, освящаться. И он желает, чтобы слово его оставалось не поврежденным, а таким, как должно быть. И пошел, в ответ, 21-й глава, 12-й стих. И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И обракинул стол именовщиков из коньи продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой домом молитва налечется, а вы сделали его вертепом, разбойником. Братья и сестры, храм золотой, покрытый золотом, блеск, множество народа. А Господь увидел его вертепом, разбойником, потому что там не было то, что заповедовал Бог. И не было благоховения. Жертвы, пожалуйста, продавались и приносились. Десятины давались. Не нужно это было Богу. Итак, наша воля. Сегодня она сильно извратилась. Смотрите, весь мир сегодня знает Отче наш. Я не знаю такого человека, по крайней мере, русского, который бы не знал Отче наш. Может быть, какой-то совсем безгромотный уже. Но редкий случай. Редкий случай. И смотрите, как здесь написано. Луки 1, 2, 2 стих. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Воля не моя, а Твоя, говорит Христос. И сам показывает, например, Лука 22, глава 41 стих. И сам отошел от них на держение камня и преклонил колени, молился, говоря, Отче, ой, если бы Ты благословил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но Твоя, да будет. И явился же ему Ангелс небеский, укреплял его. И не оставил его Бог одного. Не моя воля, но Твоя, да будет. Иоанна, 8 глава, 28 стих. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. И что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Братья и сестры, если мы всегда будем делать то, что Ему угодно, Отец нас никогда не оставит одного. В любой ситуации. Я это испытал на себе. В любой ситуации. Бог не оставляет тебя. Одного. Галаком 1 глава, 4 стих. Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. По воле Бога и Отца нашего. Братья и сестры, так чья воля должна быть в нас, христианам, во мне? Моя? Воля Божия, воля Христова, которая вот здесь. Она вся здесь. Ничего придумать не надо. И искать воли Божьей не надо. Здесь написано, воля Божьей о вас есть. И перечисление. Воля Божия о вас такова. Ахостол Павел в Кремле нам пишет 12 глава с 1 стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот еще один путь узнать волю Божию. Ничего особенного. Не сообразуйтесь с веком сил и преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот. Читайте слово Божие. Обновляйте. И вы будете видеть. Господи, я не так поступал, прости, я больше не буду. И ты можешь исправить волю Божию. Господи, помоги мне остановиться на моем пути вот здесь. И Бог поможет. Он не оставит тебя, потому что ты ищешь его волю. И указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот мать моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать. Представляете, как Христос поднимает того христианина, того человека, который исполняет волю Божию. Братья и сестры, я недаром сказал в начале князь мира. Он наш князь. Воистину наш князь. Давайте исполнять его волю. Давайте стремиться к этому. Я благодарю, что наша церковь вот такая дружная, такая чудесная. Я благодарю за это Бога. Я постоянно молюсь и славу Бога за то, что у нас вот такое общение. За то, что у нас такие братья, сестры. Что ты никогда не остаешься один. Я благодарю за это Бога. И дай нам Бог, когда придет время, чтобы Бог сказал, сын мой, сын мой. Давайте в конце нашего служения помолимся. Простаю Бог за все. Аминь. Аминь. Пусть Иисус моим сердцем владеет, Мы с нами чувством, лишь чтоб мы живем. Больше любви в нем тонь и лени, Но лишь погонь мою сердцем найдем. Полно заботится, полно добиться, Он и Спаситель навеку от Санта. Он обещал, никогда не покину, Бури не страшны, скреплюсь я домой. Христос Иисус даровал мне победу, Мощной рукой улакомный разбил, Силой любви до бедуста крушил, Миромный разбил, Мощной рукой улакомный разбил, Он и Спаситель навеку от Санта. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Если в море не душой основею, Он лишь один слабый дух укрепи, В нем не поток очищения имели, Силу и радость в душе Он дарил. Бог раздаботится, Бог готовится, Радость просветит, никогда не покинул, Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Хочется, тут мой стременья святыми, Он лишь любовью в меня приведет. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинул, Бурень и страшный стремлюсь я домой.